Декорации на 10 гектарах, тысячная массовка, бюджет 30 миллионов долларов и 82 дня съемок. Все это для того, чтобы герои фильма два дня жили и любили на развалинах захваченного немцами Сталинграда. В фильме нет свистящих мимо ваших ушей пуль, разрывающихся снарядов, а есть ощущение присутствия, штукатурка падающая. Режиссер Федор Бондарчук в кадре не появляется, его голосом только пересказана история любви среди взрывов. Ее восстанавливали по записям в дневниках и рассказам очевидцев. О том, как люди страдали не от голода и страха, а от вшей. О том, как горела Волга, и из нее выбегали пылающие солдаты. О том, что выставить в бою помогала не столько любовь, сколько желание мстить. Об этом авторам фильма поведали ветераны и дети войны. Они первыми и посмотрели фильм. Они уже настолько свободны, что если им не понравится, они просто палкой тебе отдадут по башке. Они отказались смотреть его в 2Д. Они говорят, дайте нам очки. Я говорю, вы когда не усмотрели в очках? А у них свои очки, еще и вторые очки. Все роли фашистов сыграли немцы, немного переписав сценарий под себя. Именитых российских актеров в этой картине нет. Зато Федор Бондарчук впервые снял своего сына Сергея. Дебютировала в фильме Янина Студилина. В одной из самых сложных ролей чистой и светлой девушки, влюбленной фашиста. Завтра может не быть. И от этого чувство сильнее, острее, накал страстей. И, конечно же, головой она понимает, что быть по всем законам и правилам войны – это невозможно. Они не пытались снять документальное кино и сами рассказывают о неточностях. К примеру, все памятные места Сталинграда умудрились собрать в один кадр. И признаются, другим фильм показывали. Но сами пока посмотрели не до конца. Я расскажу страшный секрет. Яна не видела картину. Нам, актерам, Федор Сергеевич покажет фильм 2 октября в Москве. В кинотеатрах картина появится уже 10 октября. Наталья Нагорная, Сергей Моос, Вячеслав Килюшкин. События.